На прошлой неделе угораздило меня накатать более трех тысяч километров по трассе, смотавшись сначала в Красноярск, а потом в Омск. Вроде бы по трассе езжу относительно регулярно, но на этот раз с особенным рвением решил заняться своей любимой прикладной антропологией. И вот первое наблюдение. Очень редко кто пользуется поворотниками при обгонах. И сейчас поясню, почему считаю это архиважным. Понятно, что в чистом поле этот сигнал поворота никому не нужен, кроме одного человека, того, кто собрался совершить обгон. Потому что когда мы перед потенциально смертельно опасным маневром совершаем осмысленное действие, которое этот маневр обозначает, то и сам обгон совершим также осмысленно. То есть моргание поворотником в данном случае это прежде всего элемент самодисциплины. Ведь на трассе цена ошибки это жизнь. Здравствуйте! Вас приветствует Белая полоса. И в нашей сегодняшней программе вы увидите. Акура ZDX. Американо-японский космолет на колесах. Как на самом деле делается качественный бензин. Визит на омский НПЗ. Единственный в своем роде автозвуковой монстр. И пополняем коллекцию странностей на перекрестках Новосибирска. Мне до сих пор непонятно, почему Хонда не выпускает на наш рынок свой люксовый бренд Акура. Тойота со своим Лексусом в каждой премиум бочке затычка. Инфинити тоже не дремлет, а Хонда что-то боится. Но по серым каналам эти автомобили к нам проникают. И об одном из таких автомобилей наш сегодняшний рассказ. Как известно, Акура для Хонды это то же самое, что Лексус для Тойоты или Инфинити для Ниссана. И в своей премиум линейке Хонда само собой представляет все самое лучшее, на что в принципе способна. Но современный мир, плотно окутанный паутиной маркетинга, требует не только технологического однообразия, но и все большего потакания вкусом большинства. И здесь Акура пытается быть не такой, как все. Прежде всего, во внешности. Можно даже сказать, что стилисты в данном случае немного перестарались. Или бежали впереди паровоза. Но по крайней мере этот силуэт не отталкивает и даже эклектика в оформлении передка не дает поводов для критики. Или дает. Самый главный минус Акуры, причем любой, это скудность моторной линейки Хонды. 3,7 литра рабочего объема это максимум, что сейчас в ней имеется. Чтобы выглядеть более-менее солидно и показывать в технических характеристиках приличные цифры, приходится форсировать мотор по оборотам. Что закономерно выливается в недостаток крутящего момента. И никаким хваленным втекам эту закономерность, к сожалению, не победить. Момент может дать только объем, ну или турбина. А здесь всего 270 ньютонов на метр на 2 тонны веса. В салоне не так авангардно, как снаружи. Но и традиционным этот интерьер тоже не назовешь. Одно из центральных мест на консоли занимает огромный и от этого еще более загадочный переключатель режимов ID.S. Мы уже предположили, что это такое, и даже быстренько заглянули с коммуникатора в интернет. Так что ездовые впечатления обещают быть очень и очень интересными. Как интересно. Постоянным зрителям нашей программы известно, что мы неровно дышим к автомобилям. Производимым фирмой Хонда. Даже, можно сказать, с особым пиететом относимся к ее продукции. Особенно вспоминая, как мы здорово гоняли на Акури РДХ по ледовому треку. Здесь такая же трансмиссия. И посмотрим, как это все поведет себя на асфальте. И последним, наверное, погожим деньком в этом году. Разгон не поражает, если честно. Глядя на этот автомобиль внешне, да и сидя в нем внутри, как-то ожидаешь чего-то большего, что ли. Руль вялый. Хотя в последние 10 лет за Хондой грешок такой наблюдается. Как-то прицел, что ли, подзбился у хондовских инженеров, настраивающих автомобили. Хитрая и навороченная хондовская трансмиссия, которая применяется на легендах и на Акури РДХ, на столь тяжелой, что ли, машине, работает своеобразно. Безусловно, она здорово перераспределяет крутящий момент. Особенно это касается задних колес, и это чувствуется. Вот мы вираж проходим, газу поддаем, и машина ввинчивается. Причем ощущения похожи, опять же, на те, что мы получали от легенды и от Акури РДХ. Но они здесь тяжелые такие. Они обусловлены массой. Тяжелые они в том смысле, что какие-то плохие. Они вот отягощены массивностью этого автомобиля. Попробуем-ка мы переключить этот выключатель, который здесь занимает центральное место на консоли. Integrated Dynamic System Sport. О! Так! Отклики на газ значительно улучшились. Реактивное действие на руле появилось. Так это совсем другое дело! Правда, реактивное действие несколько ненатуральное. Судя по всему, и произошли какие-то регулировки и изменения подвески, потому что она стала жестче. Она стала собирать немногочисленные неровности кардинговой трассы. Но до дискомфорта, естественно, не доходит абсолютно. И эта жесткость, она даже, наверное, во благо. Потому что мы должны чувствовать, что автомобиль стал другим. По сути, вот этот переключатель делает из акворы SDX два разных автомобиля. Когда ставим комфорт, это парижный американский крейсер. Когда же переключаем в спорт, то ZDX превращается не в спорткар, конечно же. Но мысли о том, что этот автомобиль метит в конкуренты X6 BMW, обретают вполне зримые черты. Да, BMW имеет варианты с гораздо более мощными моторами, DX6 более тщательно настроена. Но! Во-первых, даже с сопоставимым мотором и опционом баварское изделие на 20 тысяч дороже. А во-вторых, Acura едет совершенно не так, как мы привыкли. Ну и в-третьих, автомобили большой немецкой тройки, как бы странно это ни звучало, довольно скучны в своем дотошном соблюдении всех автомобильных приличий. Такие же, как Acura, позволяют себе вольности. И иногда это у них получается очень интересно. Конечно, мы субъективны. Мы субъективны, потому что я почти всю свою праворульную жизнь отъездил на Хондах и очень люблю эти машины. Я люблю Acura. Хотя, нужно признать, что современные Acura и современные Хонды, они увеличили дистанцию между водителем и автомобилем. Раньше можно было гораздо плотнее с автомобилем слиться. Но это не пошло во вред, это не пошло в пользу. Это просто другое ощущение. Автомобиль как бы сам по себе. И он исправляет, что ли, ошибки водителя, но он не обеспечивает абсолютной слитности. Хотя, эти ощущения, они интересные, они необычные, потому что никакие другие автомобили не дают таких ощущений. И в этом, наверное, их прелесть. Понемногу подходит к концу наш цикл про тернистый путь бензина, ну или дизельного топлива от завода до баков наших автомобилей. В заключительном сюжете цикла мы расскажем о первом и самом главном звене этой цепочки, о том, как производится топливо. И для этого мы съездили на Омский нефтеперерабатывающий завод. Рассказывая о том, как производится бензин и дизельное топливо, мы так или иначе будем заниматься разрушением тех стереотипов, которые укоренились в водительской среде. И, пожалуй, сразу приступим к слому главного стереотипа. Мол, на заводах производят только один 80-й бензин, а все остальное путем добавления полумифических присадок. Я с этой басней пытался обороть... Я зарегистрирован на одном из Омских форумов, да, автомобильном. Я там, слава богу, народ приучил к тому, что там всяких бредим, хотя все равно появляются какие-то новые участники форумов. Я опять слышу, что 95-е делают из 92-го, 98-го, и что присадки – это плохо. И вот это вот все ссылаются на интернет, но это такая куча, там прочитаешь все, что хочешь найти, да. Современный большой нефтезавод, да, он кроме большого объема переработки нефти, хороший завод должен иметь большой набор процессов. Это кроме каткрекинга, который, к сожалению, далеко не на всех российских заводах есть, это и реформинг, это алкилация, это МТБ, это изомеризация, это, ну, у кого что еще есть, да, алкилирование, по-моему, говорил. И уже вот мешая в соответствующих пропорциях эти компоненты, мы можем получать разные марки бензинов. На современном нефтеперерабатывающем заводе все производственные процессы, разумеется, автоматизированы. Автоматизированы настолько, что люди только контролируют эти процессы. Ну а, собственно, производственный процесс – это компьютерные… Программы, которые, забивая которые соответствующие качества компонентов, это плотность, серу, цитан, давление насыщенных паров, ароматику, много-много всего, что нормируется, которое позволяет разрабатывать смеси, рецепты до смешения. И уже мы на заводе, мешая в разных пропорциях, разное количество в соответствующих емкостях эти компоненты, мы получаем сразу готовые марки бензинов. Один из важнейших компонентов современных бензинов – это так называемые изомеризаты. Получаются они на установке изомалк-2. Эти компоненты изначально имеют высокое октановое число и небольшое содержание ароматики. Такие установки начали появляться на наших заводах в последние 3-4 года. На Омском НПЗ в прошлом году заработал комплекс гидроочистки, что позволило начать производство бензина и дизельного топлива 5-го экологического класса. Кстати, производство топлива высшего класса нашим заводам чрезвычайно выгодно, так как акциз на это топливо составляет 3,8 рубля на литр. При этом акциз на менее технологичное топливо – более 7 рублей. На каждом НПЗ, разумеется, есть лаборатория контроля качества. Мы были во многих лабораториях при розничных сетях, но такого оборудования, как на заводах, нет больше нигде. Кстати, результаты анализа на серу – менее 10 мг на килограмм топлива, что как раз и характеризует топливо высшего 5-го экологического класса. А вот так называемый брендированный бензин на заводах не мешают, а делают это на местных нефтебазах путем добавления в заводской товарный бензин моющих и других присадок, влияющих на потребительские качества топлива. На самом деле, сейчас без присадок получить качественное топливо невозможно даже загонодательно. Потому что присадки как лекарства, как специи. Если ты выбрал правильную присадку, подобрал нужной фирмой, если она качественная, если ты ее правильно смешал, дозировал, добавил, то это только плюс. Ну и, наверное, самое главное. Наш стандарт на топливо полностью переписан с европейского, поэтому наш 5-й экологический класс полностью соответствует их Евро-5. Если на чеке СЗС написано «экологический класс 5», то это топливо ничем не отличается от аналогичного где-нибудь в Германии или Голландии. Главное, чтобы это топливо было действительно заводское. В зачастую тщетных попытках найти в Новосибирске что-то по-настоящему уникальное, бывают и неожиданные прорывы. Один из таковых созданный в наших суровых краях – демокар, или, как его еще называют, шоу-стоппер, для демонстрации достижений современной автозвуковой промышленности. Впрочем, не совсем для этого. Почему? В нашем следующем сюжете. В современной прикладной антропологии есть такое понятие – вау-эффект. Сразу признаем, что этот аппарат, этот самый вау-эффект, производит. И не просто производит, а местами даже вводит в легкий ступор. Собственно, для этого он и создавался. Ведь в современном обществе главное – это обертка, а не содержание или суть. Содержание здесь, с точки зрения качественных аудиокомпонентов, скажем так, посредственное. Зато круто. Идея этой машины, вообще-то, родилась очень давно, не в самое лучшее для России время. В 93-94 год разрабатывался такой проект городского штурмовика. То есть машина должна была использоваться для усмирения уличной толпы, разрушения баррикад и восстановления надлежащего порядка. Слава богу, этот проект в дело не пошел, но мы перековали мечи на орала. В результате получился вот такой интересный автомобиль. Конструктивно сей аппарат имеет две рамы. Одна привычная, к которой крепится ходовая часть и силовая установка, а вторая – подъемная. Причем крепление кабины реализовано на параллелограммном механизме, и она всегда сохраняет горизонтальное положение. Передний мост использован от российской Нивы. Привод моста – гидромотор, то есть машина с передним приводом. Насосная станция питает всю гидросистему, и оператор из кабины имеет возможность дистанционно управлять с поворотом колес, скоростью движения, с тормозной системой. В задней части нижней рамы расположен мощный бензогенератор «Хонда». Часть силовых приводов гидравлические, часть электромеханические. И прямо скажем, что приведение сего аппарата из походного положения в боевое хоть и занимает немало времени, но цепляет. Есть и технические изыски. Например, крылья здесь имеют настоящий аэродинамический профиль. И если разогнать этого монстра до 350-400 км в час, то он даже взлетит. Но ненадолго, так как крепеж крыльев, скажем так, фюзеляжу, не рассчитан на такие нагрузки. Но большинство элементов все-таки бутафорские. Например, вот эта арматура, манометры и так далее. Есть тут и другие весьма примечательные технические решения. Вот эта рефлекторная система, патент России, наш патент, он позволяет увеличить КПД обычной акустической системы с принятых 3-5% до 25%. То есть при той же мощности мы имеем в 5 раз более громкий звук. Это происходит за счет преобразования сферической волны, излучаемой в динамиком, в плоскую волну, у которой совершенно другие условия распространения в воздухе. Напомним, что сей аппарат может перемещаться самостоятельно, но не быстро. Максимум 8 км в час. Да и по дорогам общего пользования ему ездить нельзя. Про регистрацию в ГИБДД, ну, мы ради интереса забросили, нам сказали, ребята, обращайтесь в Росавиакосмос. Отдавая дань заслугам создателей этого монстра и отдавая себе отчет в том, что для его создания были в полной мере использованы и русская инженерная мысль, и смекалка, позволим себе побрюзжать. Ведь и ресурсы заказчика, и ресурсы, безусловно, талантливых русских мужиков, построивших эту машину, потрачены, по сути, на достижение лишь внешнего, того самого вау-эффекта. И вот от этого становится немного грустно. Белая полоса продолжает обзор проблемных и прочих странных с точки зрения организации движения мест в Стольном Граде Новосибирск. И нужно признать, что по результатам многих наших сюжетов знаково-разметочное хозяйство приводилось в соответствии с ГОСТом 52-289 и в соответствии со здравым смыслом. Но, похоже, данная тематика не канет в лето никогда. Обычный перекресток в городе, коих, наверное, тысячи, может быть, сотни, конечно же. Вы с узкой двухполосной дороги на широкополосную, многополосную дорогу. И как вы думаете, в каком направлении разрешает движение автомобилям, которые едут отсюда, в каком направлении данное, так сказать, знаково-разметочное хозяйство разрешает движение? Ну, очевидно совершенно и вправо, и влево. Вот как поехал вот тот Субару. Однако, есть один нюанс. Конечно, хорошо, что в последнее время начали рисовать разметку в городе, но вот там ее нарисовали весьма своеобразно. И там разметка входит в противоречие с теми знаками, а точнее с отсутствием некоторых знаков, которые, по идее, здесь должны быть. Заинтриговали? Что ж, поедем за этим Хайлендером. Подъезжаем к перегрестку, включаем левый поворотник, оцениваем обстановку и начинаем маневр. Упс, а вот и неожиданность, по поводу которой мы и начали интриговать публику. Оказывается, нанесенная недавно и уже немного стершаяся разметка, нам сей маневр недвусмысленно запрещает. Испытываем небольшое замешательство, и дабы не нарушать, поворачиваем направо. Если кто не узнал это место, то обозначим его. Это Т-образный перекресток улиц Челюскинцев и Салтыкова-Щедрина. Совершенно очевидно, что со стороны улицы Салтыкова-Щедрина однозначно идентифицировать разметку очень непросто. Ведь основное внимание водителя сосредоточено на автомобилях, которые нужно пропустить. А разметка воспринимается периферийным зрением, а оно выхватило прерывистую с той стороны и успокоилось. Но только подъехав к сплошной вплотную, можно увидеть, что продолжать движение в данном направлении оказывается нельзя. Более того, смятение и неожиданная обстановка очевидно создаст помеху автомобилям, движущимся по Челюскинцев, ведь они совсем не ожидают, что поворачивающий автомобиль вдруг остановится. А еще данный левый поворот попадает под статью 12.16 часть 2 кодекса об административных правонарушениях. А там за такой финт ни много ни мало, от тысячи до полутора. Ставь на небольшом удалении экипаж ГИБДД и штампуй протоколы один за другим. Кстати, раньше этот перекресток налево был проезжаем. И непонятно, кому понадобилось это запрещать, ведь с обоих сторон улицы Челюскинцев есть светофоры, которые сдерживают поток. Но если все-таки этот запрет оправдан, то для ликвидации недоразумений достаточно к знаку «Уступи дорогу» добавит еще один знак. Вот такой. Надеемся, что это будет сделано в самое ближайшее время. Мы далеки от мысли, что ситуация на том перекрестке создана специально для того, чтобы наказывать, в кавычках, нерадивых, опять в кавычках, водителей. По крайней мере, мы ни разу не видели там экипажа ГИБДД. Значит, налицо классическое головотяпство, с которым мы в меру сил пытаемся бороться. Вы смотрели программу «Белая полоса». С вами был Кирилл Цивенюк. Всем доброго здоровья и ровных дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова